Перед стартом каждый из участников тщательно готовит свое транспортное средство. Очень одно лишь техническое совершенство без мастерства управления в этот раз не дает особого преимущества. Ведь гонки проходят на трассе с ледяным покрытием. Без умения грамотного маневрирования дойти до финала почти нереально. В этой битве не просто прежде всего участникам с юга. У них возможности обкатать карты на снегу в этом сезоне пока не было. Другое дело автогонщики из Заполярья. Они в полной мере демонстрируют класс. Как итог первое место в командном засчете достается именно воркутинцам. На перестал подсчета участники заполярной кочегарки в этот раз поднимаются не раз. По итогам всех соревновательных дней хозяйка события признана безоговорочным победителем. У столицы мира 12 золотых медалей. Бокс, гиревой спорт, дзюдо, пулевая стрельба, плавание и греко-римская борьба. А еще тэквондо, карате и шахматы. Равных в этих дисциплинах воркутинцам не было. Победить на самом деле всегда сложно. И в общем, несмотря на то, что первых мест у нас в этом году много, но переживания были. Есть традиционные виды, где у нас не все хорошо. Это прежде всего командные виды. Есть объективные причины. Будем стараться, будем работать. А вот где действительно воркутинцам стоит подтянуть свои спортивные навыки, так это в командных дисциплинах. Здесь на ведущих позициях Сыктывкар и Ухта. Так, на волейбольной площадке не было равных представителям из «Жемчужины Севера». В баскетболе взять вверх пытались представители Сыктывкара. Женщинам в итоге удалось обыграть соперниц из города нефтяников и газовиков и занять первое место. А вот мужскую баскетбольную команду из Ухты победить не удалось никому. Как отметили и судьи, и зрители, это техничная, серьезная команда, которая из года в год занимает призовые места. В результате за серебро и бронзу Спартакиады между двумя городами Коми разгорелась нешуточная борьба. С небольшим перевесом столичные спортсмены вырвали-таки второе место в общекомандном зачете. Ухте досталась бронза. К слову о кубках. В этом году на Спартакиаде их было ровно в два раза больше. Все потому, что впервые в истории Спартакиады в отдельную возрастную группу были выделены юноши и девушки. Мне кажется, это одно из положительных применений на этой Спартакиаде. Потому что чем больше кубков и наград, тем лучше. И ребята отдельно почувствовали, что они принесли в копилку своей команды дополнительные очки, дополнительные победы. И я думаю, только это как положительное. За полярные игры приравниваются к чемпионату федерального округа. А значит, дают возможность спортсменам не только получить высокие награды, но и повысить свой спортивный разряд. При этом дисциплин с каждым годом становится все больше. Начинали с шести, теперь их семнадцать. И вероятнее всего, в будущем году их станет еще больше. Ведь тогда пройдет особая юбилейная Спартакиада. Двадцатая по счету. И организаторы уже сейчас думают, чем будут удивлять гостей за полярье. Любовь Лапина, Ирина Шумихина, Кирилл Нифонтов, телеканал Юрген, Воркута.